во все все пряники ушли я думаю сейчас скоро мы узнаем тоже скрывается под маской пряничного пророка юма и это что это что все это время был и вам мой что нужно валить нужно валить нужно валить нужно сказать на моим ребятам что это был все время его как он выбрался из пихиатрической больницы его же посадили в психушку это жесть это просто жесть капец вот дерьмо ребята это просто жесть я даже не мог ожидать что такое может произойти что иван монень может оказаться пряничным пророком почему он это делает он же сказал что его заставили на самом деле все понятно на самом деле этого хотел ну что ж другие друзья я хочу вам сказать что спасибо что набрали так много лайков и да не поставим в этой серии тоже лайк косик потому что это у нас 2 серия бомжа за день потому что вы набирали много лайков от видите да вы ставите лайк то мне прямо хочется снять вторую серии бомжа за день. Поэтому давайте и здесь соберем 50, 80, 100 тысяч лайков. Давайте, ребята, ставьте свой лайкосик. Я вам буду за это очень благодарен. Ну, а с вами я, Бомжик Де Мастер. Точнее, грустный, макнутый в молоко пряник в данный момент. И мы продолжаем выживание в России. Так, ну что ж, все, давайте заходим сюда. Нужно спуститься, быстрее рассказать им про Ивана Мони. Так, спускаемся, где-то рядом. Пацаны, пацаны, пацаны! Пацаны! Мужик Виталия, Кирилла! Я вернулся. О, пацаны, пацаны! Э! Что? Э! Стоять! Это я, Де Мастер! Это я, Де Мастер! Ты что делаешь, мужик Виталий? Это я, Де Мастер! Блин, ты плойку случайно уронил? Фух, это я, боже мой! Дай пожрать, что ли? Да, блин, медикаменты мне слышно такие-нибудь. Ты меня отебитый, побил мне теперь. Нужно это. Вон здесь. Помазать теперь синяки, чтобы не выросли. Да, давай этот. Да чё, я был. Знаете, кто это? Знаете, кто пряничный пророк? Ты слышал по телефону? Я же телефон на запись. Это, это, этот. Иван Мони, представляете, Иван Мони. Дай чё пожрать, братан, Данила. Иван Мони, мне кажется, он сбежал. Сбежал из этого. Из психи... С психиатрической больницы. Поняли, он сбежал. Его целый год не было. Он, видимо, представляете, он целый год в психиатрической больнице просидел и по-моему, совсем кукухой двинулся. Совсем кукухой двинулся, чуваки. Мне кажется, он совсем вообще жесть. Он сумасшедший. Так, ладно, у меня есть задание. Пока он сидит в своем пряничном домике. Так, Данила, ты охраняй блейзера для тебя, задание. Ты охраняешь блейзера, понял? Кирилла и мужик Виталия, вы аккуратны. Идите к пряничному домику. Следите за ним. Меняйтесь, короче, посменно. Следите за этим Иваном Мони. У вас есть ровно сутки, чтобы узнать, где он тусуется, где, возможно, он живет, где, возможно, живут какие-то пряники. Узнаете всю информацию. Поняли? Ну, а я пока переоденусь схожу. Фух, давайте, пацаны. Всё, пошли, 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 пошли. Ровно сутки. На связь не выходить. Ну, если что, на связь не выходить, если будут какие-то проблемы, чуваки, давайте. Так, нужно переодеться. Фух, отлично. Так мне надоело в этом костюме пряника быть. Жесть, кажется, у нас здесь лампочка перегорела. Вообще, капец, темно. Что за фигня? Прям очень темно. Лампочку здесь надо поставить, вкрутить. Так, ладно, надо будет сказать пацанам. Ладно, окей, поднимаемся. Так, ладно, пока пацаны будут всё это делать, у меня есть целый свободный день, чтобы закончить все свои дела, порешать всякие разные мелкие вопросы по бизнесу. Думаю, надо к пингвинам зайти обязательно будет. И всё остальное. Ладно, выйду пока на улицу. Так, всё, хорошо. О, смс-ка пришла какая-то. Что там пишут? Здравствуйте, вам пришло заказное письмо. Задите в отделение Почты России до 20 на ночь, чтобы забрать его. С уважением Почты России. Ну, ладно. Сейчас сдав бургерный, посмотрите, ну что я в бургерный, потом сразу же в Почту России заберу письмо. Интересно, кто? Кто же мог послать мне посылку? Просто не понимаю. У меня вроде не так много друзей, незнакомых, которые, может, за какой-то развод, потому что это спам, я приду, а там с меня деньги потребуют, заказное письмо. Знаете, я видел такие разводы. Чуваки отправляют пустую посылку, вот, делают за неё какую-то цену, чуваки платят, короче, за неё там заказное письмо и просто деньги теряют. Ну, типа, платит получатель, что-то такое вроде. Так, братан, почему ты убираешь? Это единственный, потому что сейчас бургеры делают у нас в столовке. Давай это делай. Капец, вообще, я только один этот. Короче, слышишь, Бодя-Бодя, скажи то, что у нас сегодня сложный день, все рабочие не пришли, поэтому сегодня самообслуживание, типа, под носом всё выкидываем, мусорку и так далее. О, да-да-да, бургер, всё, бургеры дело, понял, Бодя, скажи то, что сами всё берут. О, хо-хо-хо-хо-хо, здравствуйте, я вижу новое лицо в нашем городе, да, новое лицо, Макс. Макс вас зовут, да, видно прям вот вас, литок у настоящего Максима, да, Макс Мейншторм, да, вот, да, я прямо знаю, знаю, вот, прямо чувствую, чувствую, что вас так зовут. О, да, приятного аппетита в нашем бургере, надеюсь, вам понравится, да, я вижу тут всем, видите, тут всем нравятся, все постоянные клиенты, да, так что вот, приятного аппетита, у нас сейчас, правда, видите, не самое лучшее время, все сотрудники, все сотрудники дела, поэтому самообслуживание. Всё, всё доброго, так, ладно, пойду я сейчас на почту сгоняю, да, о, там зайкают, так, смотрите, ого, это чё, Нимка, Лина и Дашенька, нужно забежать, нужно забежать, так, да, 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 так, хопааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа сама знаешь типа не так холодно ну да сейчас же не зима у нас сейчас лето наше след а понимаешь просто мы живем в очень в северном части россии да и здесь постоянно снег да понимаете мы живем прямо очень-очень двигались даже летом снег короче всегда снег у нас всегда снег вы знаете его многие мне в комментариях на стримах пишут что почему всегда снег у вас же типа уже там сколько лет прошло ну да да типа это ребят вот снег всегда всегда зима жёсткие условия россии на в дальней сибири очень неважно люблю тебя дорогая рад тебя видеть ну ладно мне какой-то письмо там пришло поэтому играйте вот ним к 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 на смотри короче я тебе обещал заплатить за два месяца сразу же так что давайте сейчас заплачу сразу за два месяца потому что ну как бы так будет правильно я думаю потому что типа это в прошлом месяце ты не заплатил ты что-то не взяла деньги я и забыл все на вот бери сразу за весь ванная я пойду дальше никуда поцелуя в лобик дайте тоже поцелу или только уже не в лобик конечно детка вот ладно пойду этот на почту чем бешеный год не хочется на почту сгонять не кто-то прикинь посылочку на принял думаю какой-то мошенники развод разводила вода да прикинь разводила опа святой отец сколько лям вы где были вы где были святой отец что-то в этом церкви я вас не видела что пробегал около церкви там другие были цветы и отцы 1 вот взяли уехали там на ком быть ну на пастыр не там свои чтобы это просвещать людей и все такое там молитвы в деревне еще дальние нет внутри было но я не заходил не заходил святой отец такой заходите иногда нам тоже бургерную там вот улада святой отец всего доброго как бы да увидимся думаю увидимся с вами ситуа тец сети отец вот огласке даже ситуации чуть чужую бутылку доберите вот спасибо 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 ладно ведем бешеный год на почту перемешившую год на почту об обузой днем зайдем зайдем так что у нас тут оба начать очередь к это бешеный год тут к это очереди но эти бабки долго будут стоять с дедами может чему-нибудь передовым как нибудь бешеный год что это Типичная почта России Ну смотри, она там мозги ему компасирует Давай, типа, ты их отвлечешь Я такой, я только спросить Сбоку встань, такой, типа, закричи Бомба, бомба А я такой, типа, я только спросить И сразу же к почтальону Я только спросить Здравствуйте, почтальон Мне пришла посылка Я только спросить Только спросить Мне, короче, пришла посылка Значит, в посылке говорилось Ну, типа, без смс, без смс Что у меня какое-то заказное письмо На имя демастера Да, на имя демастера Да, на имя демастера Да, пришло, да Дайте мне, пожалуйста, это письмо Нифига себе, ты слышишь, бешеный код Ты не переигрывай, там слишком жёстко Всё, я мне уже письмо даю, всё в порядке Скажи, а, извините, обознался Окей, 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 хорошо Давайте почитаем Демастер, привет, старый друг Это я, бомжик Аид Я жив Это не может быть Это может быть Не может быть, чтобы он был жив Стелси был неправ Приезжая в гости, можем порыбачить Ну нет, ну порыбачить Только Аид мог знать эту формулировку Либо тот, кто пытал Аида А что, если это ловушка? Что, если Аид на самом деле не жив Всё-таки он мёртв И, на самом деле, кто-то пытал Аида Перед тем, кого убить, да И всё это Вытянул из него эту информацию, чтобы заманить меня Не знаю, тут больше ничего нет Странно Да, жду ещё металл, понял Почтальон, а можно мне ещё посылку отправить На этот же адресат? Вот на этот же адресат Дайте мне Пожалуйста, я напишу Пока с бабушкой поговорите Она что-то тут стоит Извините, бабушка Я просто посылку Бабушка, ну простите, простите Сейчас, сейчас Всё, всё, всё Не нервничай, не побудешь Давайте я вам дам Тысячу рублей, бабушка Чтобы вы не нервничали Знаю, пенсию у вас маленькие Тысяча рублей вам поможет Я всегда старичкам помогаю Да, просто видите Так, выдадите мне книжечку-то заполнить Пятьсот рублей Всё, нормально Сейчас запишу Всё, бабушка, бабушка Ставайте очередь Всё, я пропускаю вас Простите, пожалуйста, бабушка Простите, вставайте в очередь Так, дед, ты что от меня хотел Ты что меня бил вообще, дед Я пока разговаривал Ты что в не очереди-то лез, дед Ты что, офигел что ли Я получал металл от твоей Да ты меня вообще офигел, дед На, вот колы возьми А потом будет у тебя стекло И металлическая крышка Металлическая крышка, дед Тебе нужна металлическая крышка От колы Вот, бери, правильно Так, нужно написать Аиду тоже письмом Привет Мой дед Мой друг Друг Бомж Бомж Дед Я Рад Рад Что ты жив И с радостью С тобой Порыбачил Но Сейчас Есть Некоторые Трудности Надеюсь Что Решу Их Ближе На Вскорем Времени И Приду А и приеду Приеду К тебе В город Все Отлично Написал Готово Все Так Там бабушка до сих пор стоит Кипер Что ты Опять так говоришься Кипер Что ты не понял Слышишь ты мне Металл не дал За 10 секунд Гони 200 металла Не, не было такого Выговора Я тогда ушел Так Бабушка Можно я это Снова Быстренько Разберусь С почтальоном Спасибо 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 Так Почтальон Вот вам По этому же адресату Отправьте И Вот вам Тысяча рублей Это чтобы Супер экспресс Почта Хорошо Бабушка Бабушка Не дерите А он тысячу рублей дал Бабушка Это Одна пятая Вашей пенсии Все Хорошо Весьму будет Остан В ближайшее время Все Спасибо Ладно Все Не мешаем бабушке Ооо Отстаньте Так Ну-ка Старики Отошли от меня Псих У меня Нож Есть Так Ладно Бешеный кот Спасибо Брат Что помог Я пойду Это Прогуляюсь Тут на меня Старики Нападают Представляешь Ненормальные Старики Ладно Бешеный кот Там с нимкой Походи Старики Старики На Лину Немку Нападут А я пойду Это Я их Не бил Лина Я их Не бил Я их Не бил А вон Пойди с ребятами Почаевничай А я пока Пойду Скажу Посты О Что Я как раз Пимвину Хотел уйти И тут Смс От него Двастер Зади Настройку Нам Еще Нужны Что Еще Нужны Деньги Капец Бешеный кот У тебя нет С чем бургера Похавать Мне на дорожку Ладно Пасашочек Таскать О Спасибо Спасибо Да Спасибо Брат Все Давай Давай Все Пока Ребят Я Пойду Ближний Дед Что С тобой Дед Кинете ему Металл Он Сразу Уже Очнется Этот Дед Он На Металл Он Как Металлоискатель Металл Детектор Ему Кидаешь Металл Сразу Уже Сердце У него Нормально Становится Я знаю Этого Деда Очередной Пранк Где-то Вы знаете Когда-нибудь С ним реально Чем-нибудь Случится Ну то есть Серьезное И это будет Сказку Про мальчика Который кричал Волки Волки Знаете То же самое Типа С Дедом Кипером Ничего не Случается Он просто Прикалывается Свои Пранки Делает Кричит Волки 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 Типа На самом деле Люди прибегают Толпятся Около него Потом реально У него сердце Прихватит Начнет качать Ай Сердечко Сердечко Ну типа Волки Волки Типа Волки Как будто Пришли И все Никто не придется Потому что Это очередной Пранк И он тупо Сдохнет На улице Дедкипер Конечно Вообще Не думает Не думает О последствиях Да Вот Так Опа Ребята Привет 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 Че кушаешь Да Уже поздно А че там Где пингвин Где пингвин Пингвин Какие нафиг Еще деньги Ты че Офигел Пингвин Какие К черту Деньги Ты что Офигел Материалы подорожали Мне нужно еще Какие 150 тысяч Ты же и так С меня столько Содрал Ты должен Вообще Бесплатно Не строить Ладно Пингвин Окей 150 тысяч Боже Ты вообще Офигел Чувак Я короче Это На 150 тысяч Так Бодя Борода Верни Борода Ты где Борода Борода Куда борода Делся Борода Борода Слышишь Борода Слышишь Борода Ты знаешь Что сделаешь Короче Следи за пингвином Посмотри на то Что он тратит Деньги Чтобы 150 тысяч Ни рубля Не потратил Лишнее Понял Чтобы он Тратил чисто На настрой материал Э Ты его не бьешь Он теперь По финансам Понял А то мне только что Что деньги налево Тратишь Ты понял Пингвин Все Борода Борода Следишь за пингвином За всеми его действиями Чтобы он это Деньги Это Все Тратил нормально Все Хорошо Пойду я Пойду Блин Ну нормально Как-то видно Что уже сделают Свай уже Повезет Фундамент Уже застыл Хорошо Думаю Такими темпами Скоро уже будет Готово Наш с вами Ресторан Думаю В принципе Это сегодня Нужно будет докупить В следующий раз Здесь сделаем Этот Сделаем Короче Такую Верандочку Да Хорошо Все Все Отлично Пойду 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 Да Хорошо Поработал Что такое Сейчас смс К мне пришла От мужика Босс Нам срочно Что случилось Что случилось Где вы Как вы Там Чувак Что такое Ответь Что 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 Продолжение следует...